Значит, как у нас решается неравенство с модулями и корнями, да? Ну, мы понимаем, что мы будем использовать метод знака тождественных множителей. Значит, какие тут вообще возможны замены? Давай вот себе это еще раз пометим. Значит, теория гласит, да? Если у нас есть разность модулей, ну, вот, a от x минус модуль b от x, какое-то выражение, это один такой множитель, да? То мы можем его заменить на разность соответствующих квадратов. На разность соответствующих квадратов. То есть, мы пишем, типа, ну, a квадрат минус b квадрат. Ну, от x там понятно, да? Эти все выражения зависят от x. Если у нас корни, корни, то есть, мы говорим, что для неравенства будет тот же самый интервал. Те же самые знаки на тех же самых значениях. А потом корни у нас какие есть? У нас корни четной степени, ну, типа, 2k. Допустим, тут у минус тут тоже 2k. Только v. Ну, они тоже от x зависят. То мы их заменяем, если четные степени, то просто их разность. То просто их разность. У минус v. Ну, понятно, что у и v должны быть там положительные. Положительные, да? Там, с учетом, что у положительная и v у нас тоже положительные. Ну, либо равно нулю. Если корни у нас нечетные степени. Ну, там, 2k плюс 1. Это формула нечетного числа, да? Причем здесь может быть уже и плюс, и минус. То мы его заменим на такой множитель. То же самое там у и v плюс-минус. Ну, вот так. Здесь никаких ограничений, увы, нет. Потому что у нечетной степени под корнем может быть и отрицательных проблем нет. Все, вот такие замены, да? Про замены с логарифмом мы в другом примере с тобой говорили. Теперь идем сюда. Вот у нас множители, да? Вот модуль минус модуль у нас уже готовенький. Мы его сразу можем делать как разность модулей. Идти вот по первой замене. Так. Вот этот у нас модуль есть, тут модуля нет. Ну, это не проблема, да, для нас. Мы можем легко превратить двойку в модуль двойки. Вот так. Превратили. Все классно. Вот тебе и разность модулей. А с этим товарищем что делать? Что с этим товарищем сделать? Мы сделаем вот таким образом. Мы пойдем сейчас под разность корней. То есть, корень в модуль не получится превратить, а вот модуль в корень превратить можно. Каким образом? Я вот так возьму квадратик нарисую и извлеку корень. Все, пожалуйста. Разность корней получилась. Все, и рисуем, да? Значит, разность корней у нас, ну там, вот из этого, вот только вот здесь у нас. Разность корней у нас четных степеней, то же самое и будет. То есть, у нас получится, ну смотри, а квадрат модуля х плюс 5, ну, вообще отдельно, да, я скажу об этом, да? Вот если у нас модуль а в квадрате, да, и я напишу вот так без модуля в квадрате, в принципе, ничего не поменяется. То есть, что модуль съедает знак минус, что квадрат съедает знак минус. Поэтому мы можем даже вот здесь модуль смело убрать из-за квадрата. Все, и тогда у нас получается вот таким образом. Здесь у нас разность корней получается, да? Сразу возведем его в квадрат. Это у нас будет, ну вот я отдельно тут скажу, что модуль х плюс 5 в квадрате. Тогда у нас получается просто х плюс 5 в квадрате. И это у нас, еще потеснить нежелательно, х квадрат плюс 10х плюс 25, ну, квадрат суммы, да? Все, и получаем, так, сюда я начну, х квадрат плюс 10х плюс 25, разность корней у нас вот она, четная. Вот, просто корни отбрасываем и все. Минус, тут надо очень аккуратно, да? Минус х минус 7. Семерки, мы как бы скобки раскрываем. Так, это первая скобка. Здесь вторая скобка у нас мы превращаем в разность квадратов, да? А разность квадратов мы можем записать, ну, давай чуть подробно там сделаем. Х плюс 5 квадрат минус 2 квадрата, да? И здесь, соответственно, тоже разность модулей, как разность квадратов. Делаем х плюс 8 квадрат на х плюс 5 квадрат. И модули исчезают. То есть, от модулей нам помогают избавиться квадраты. Ну, это все меньше, либо равно нулю. Так, насчет ADZ, оно вообще-то у нас есть, да? Есть. Например, ну, то, что тут в знаменателе не равно нулю, это у нас пока учитывается, мы не отбрасываем. А вот здесь корни мы отбросили, у нас должно быть, ну, х плюс 5 по модулю, но и так больше нуля. А вот х плюс 7, вот у нас как бы ADZ маленькая возникла, у нас должно быть х плюс 7 больше, либо равно нулю. Пока больше я не вижу никаких ADZ дополнительных. Дополнительных. Все, и вот давай вот это сейчас немножко расчешем, что-то вот получается. Первые скобки упростим, соответственно, х квадрат плюс 9х. Так, 25 минус 7, 18, да? И здесь, соответственно, у нас будет разность на сумму, да? То есть, разность и такая же сумма. И внизу что-то похожее у нас. Х плюс 8 плюс х плюс 5. Ну и х плюс 8 минус х минус 5. Не забываем, скобки раскрываем всегда, скобки. Меньше либо равно нулю. Ну, все, тут уже мы почти приехали. Так, тут по вьету можно решить, это, по-моему... Я вот аккуратненько напишу. Здесь х1 и х2 по вьету решаю, чтобы разложить на множник. Произведение 18, сумма минус 9. 9, 9, 9, 9. 9, 2 не получится, да? Что там получится? 6,3 получится, да? 6,3, 18. Ну, видимо, минус 6 и минус 3 будет. Произведение 18, а сумма, второй коэффициент с обратным. Получается. Все. Тогда получится х плюс 6. Раскладываем на множитель, да? Коэффициент. А, единица, поэтому... Ну, пускай она будет. По формуле х плюс 3. Здесь у нас получается тоже х плюс 3. Тоже х плюс 3. Ну, можно его сюда в квадрате зависать, да? Да. А здесь получается х плюс 7, да? Вот тут у нас нарисуется х плюс 7. То есть, тут х плюс 3. Мы его вот сюда в квадрате зависать. Вы купили. Так, а тут получается 2х плюс 13. А здесь, а здесь, по-моему, х тоже пропадает, да? Х пропадает. Остается просто число 3. Просто 3. Ну, и все, в принципе, все готово у нас. Домножим правую часть неравенства, как бы, мы на тройку, да? Уйдет она. Единица нам погоди не делает. Ну, и все. В принципе, смело можем умножить этот интервал, да? Что у нас получается? Раз, два, три. Четыре точки. Четыре точки. Минус 7, минус 6, минус 3. А этот 13 вторых. Это 6 с половиной, да? То есть, вот, минус 6 с половиной. Это вот эта точка. Выкоротая причем. Потом есть минус 6 закрашенная, минус 7 есть закрашенная. И есть еще минус 3. Минус 3 у нас четно. А остальные все нечетные. Запись стандартная. Все иксы положительные. Значит, самый правый плюс. Здесь перескочит плюс останется. А здесь минус, плюс, минус. Ну, вот так вот. Не буду рисовать сугробики. В принципе, не обязательно. Так, и нас интересует меньше либо равно нулю. Меньше либо равно нулю. Короче, вот этот. И вот этот. Давай, знаешь, я что сейчас сделаю? Сразу. Ну, давай вот так. Я вот так. Вот так. У нас. И вот так. Да? Но у нас есть еще одзи же, да? Оно говорит, что... Давай напишем, сколько здесь получается. Здесь получается x больше либо равен минус 7. Минус 7. Смотрим. Там, по-моему, что такое есть, да? Больше либо равен. Вот. Больше либо равен. Мы, наверное, сразу пересечем его сюда. Давай вот так сделаем. Больше либо равен минус 7. Вот та же минус семерка. И у нас вот такое вот. Видим, у нас интересует пересеченье. Ну, то есть, вот эта область попадает, да? А еще вот эта одна точка попадает. Видим, что одна она все-таки по тройкам. А, кстати говоря, да, ты прав. Братила. Здесь еще тройка. Мы ее забыли, да? Она же... То есть, у нас меньше либо равно. Это минусы, либо закрашенные точки. То есть, она тоже попадает. Тоже попадает. Вот мы видим. У нас попадает вот этот интервал. Семерка у нас попадает. И тройка у нас попадает. То есть, у нас вот здесь попадает. Вот здесь у нас попадает. И вот здесь у нас еще тоже попадает. Причем тут круглая, а тут закрашенная. Закрашенная. И тогда все, можно рисовать ответ. Ответ. Минус 7 у нас отдельно идет. Потом идет у нас от 6,5 до... От минус 6,5 до минус 6. Закрашенная. И еще отдельно у нас тройка нарисовалась. Вот такой получается ответ. Ну вот у нас такой ответ. У нас такой ответ. Так, да. И чуть мы вот ошибку не допустили. Ошибка в том, что у нас на самом деле не тройка, а минус тройка. У нас же минус тройка. Минус тройка. Вот эта минус тройка, она вот тут с минусом. Да, видишь? Это у нас минус тройка. Поэтому здесь вот еще минус. Минус тройка. Теперь верно. Теперь верно. Есть запись, что можно вот эти две точки записать вместе в фигурных скобках. Второй способ, да? Вот так. Минус 7. Минус 3 фигурные. То есть в таких скобках записывают множество. Не интервалы, а множество. То есть перечисленные множества там входят сюда. То есть это вот, это не интервал минус 7, минус 3. Это две точки. Минус 7 и точка минус 3. Минус 6,5. Точку вот здесь не надо встать. Минус 6,5. А вот здесь точка с запятой. До минус 6. А вот это уже интервал. Ну и так и так можно записать. Это обе формы записи ответа нам сгодятся. Обе формы.